Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим пончики из очень нежного, просто пухового теста. Пончики эти непростые, они имеют вот такую необычную закрученную форму. Именно пончики такой формы очень популярны в Корее. Все готовится очень легко из обычных продуктов. Нам понадобится 300 грамм муки, четверть чайной ложки соли, 120 миллилитров молока, одно яйцо, 15 грамм свежих или 5 грамм сухих дрожжей, 40 грамм сахара и 25 грамм сливочного масла. Тесто будем готовить опарным способом. И для опары нам для начала необходимо соединить свежие дрожжи, немножко сахара, примерно 1 чайную ложку, берем ее из общего количества, и немного молока. Молоко необходимо нагреть до теплого, но не горячего состояния. Сначала дрожжи растираем сахаром и небольшим количеством молока, чтобы масса стала полностью однородная, чтобы дрожжи полностью разошлись в молоке. Затем вливаем оставшееся молоко и добавляем муку, тоже из общего количества. Муку предварительно просеиваем и добавляем несколько столовых ложек. Я никогда не вымеряю количество на весах, делаю это на глаз. Перемешиваем венчиком и в итоге должна получиться вот такая консистенция жидкой сметаны. Если будет чуть гуще, ничего страшного. Оставляем опару при комнатной температуре подходить. Она должна увеличиться в объеме минимум в 2,5 раза. На это уйдет примерно 20-30 минут в зависимости от температуры в вашем помещении. Моя опара хорошо подошла, она вся пронизана пузырьками воздуха. В идеале нужно дождаться, когда опара достигнет своего пика и начнет уже немножечко опадать. Значит все, пора ее пускать в ход. Перемешиваем, осаживаем и пока оставляем в сторону, займемся другими ингредиентами для теста. В чашу соединяем одно яйцо, желательно, чтобы продукты были комнатной температуры, в смысле яйцо. Добавляем оставшийся сахар, соль и взбиваем венчиком до однородности. Добавляем опару, сливочное масло, мягкое комнатной температуры и опять-таки перемешиваем до однородности. А затем уже будем частями добавлять муку, замешивая тесто. Можно это сразу делать в стационарном планетарном миксере, можно вручную делать и так, как вам удобно. Если будете замешивать тесто вручную, то сначала добавляйте примерно половину муки, вымешивайте сначала венчиком, потом лопаточкой и уже по мере добавления муки, когда тесто уже будет удобно вымешивать руками, переходим на рабочую поверхность и вымешиваем тесто уже на столе. В общей сложности замес должен быть минимум 8 минут, то есть тесто нужно хорошо вымешать, чтобы в нем хорошо развилась клейковина. Муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше количества указанного в рецепте. У меня уходит примерно 300 грамм, но здесь плюс-минус, все будет зависеть от качества самой муки. В итоге должно получиться вот такое вот очень мягенькое, эластичное тесто и оно может совсем немножечко липнуть к рукам, едва-едва. Слишком сильно тесто мукой не забивайте. Далее берем чашу, смазываем ее растительным маслом, укладываем тесто, накрываем пленочкой или влажным полотенцем и оставляем на расстойку. Время расстойки будет зависеть и от качества дрожжей и от температуры в вашем помещении. Я убираю чашу в духовку, ставлю рядом стакан с водой, духовка выключенная, стакан с кипятком, закрываю духовку и вот в такой вот оптимальной среде тесто подходит примерно полтора часа. В итоге оно должно увеличиться примерно в два с половиной раза. Посмотрите, каким оно получилось у меня воздушным, користым, просто замечательное тесто. Слегка его обминаем, собираем в шар. Тесто просто волшебное. Кстати, обратите внимание, после расстойки оно уже совершенно не липнет к рукам. Вот такое нежное, эластичное тесто. Собираем его в шар и делим на 14 равных частей. Как хотите, можно на весах, можно на глаз раскатать колбаску и разделить на 14 частей. Делайте так, как вам удобно. Если даже кончики будут чуть-чуть отличаться по размеру, но ничего страшного в этом не будет. Теперь берем каждый кусочек теста, округляем его к центру, защипываем, переворачиваем и подкатываем. В итоге у нас должны получиться ровные, кругленькие колобочки. Откладываем их в сторону и пока работаем со всем оставшимся тестом, уже скатанные колобочки, накрываем пленкой или влажным полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Таким образом подкатываем все 14 частей теста. Пока мы подкатывали все колобочки, первые кусочки теста уже отдохнули и можно уже формовать из них пончики. Берем каждый колобок и раскатываем его в такой вот жгут или колбаску. Старайтесь, чтобы толщина теста по всей длине была примерно одинаковая. Ну вот, примерно так. Теперь один край теста накрываем рукой, а второй край закручиваем, поднимаем тесто и оно скручивается вот в такую вот спиральку. Края теста хорошенечко защипываем и в итоге у нас получаются спиральки из теста. Перекладываем их, накрываем пищевой пленкой и даем минут 15 расстояться в теплом месте без сквозняков. Через 15 минут спиральки осторожненько переворачиваем на другую сторону и даем подойти еще около 10 минут. Пока тесто подходит, мы разогреем масло для фритюра и можно будет переходить уже к жарке наших спиральных пончиков. Жарятся они достаточно быстро. Обжариваем со всех сторон до золотистого цвета. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что нужно кончики очень хорошо защипывать, иначе, вот видите, они могут во время выпечки немножко расплестись. Конечно, на вкусе это никак не отражается, но вот на внешнем эстетическом виде отражается, поэтому защипывайте хорошо. Обжариваем до такой вот золотистой румяной корочки. Вынимаем и перекладываем на блюдо, застеленное бумажными полотенцами, чтобы ушло все лишнее масло. Пончики уже очень вкусные, очень нежные, очень аппетитные, но мы сделаем их еще вкуснее. Окунем в ароматный сахар. Для этого смешиваем примерно 3-4 столовые ложки сахара и добавляем около половины чайной ложки корицы. Когда пончики немножечко подостыли, обваливаем их со всех сторон в этом ароматном сахаре. Если не любите корицу, можно использовать просто сахар без ничего, ну а можно и вообще уже наслаждаться. Вот такая получается вкуснятина. Пончики покрыты хрустящей корочкой, а внутри они очень нежные, и плюс еще вот этот вот хрустящий сахар с корицей. В общем, это очень вкусно, обязательно пробуйте. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok